Приветищи! Мы сейчас находимся в Карокском лесу, точнее неподалеку от него. И как ты можешь видеть, я наблюдаю вон за той оленихой. Вон находит. Дело в том, что я могу также оседлать диких животных. И сегодня я хочу это попробовать. Опачки, блин! Вот это неловкость вышла. Кажется, у меня сегодня это не получится. Ой, и дерево срубил заодно. Все, с этим покончено. Олень. Олень, слава богу, не убежал. Это хорошо. Мы сейчас попробуем к нему подкрасться. Очень тихо. Меч уберем. Так, 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 к нам бежит. Черт, убежала! Ну вот, не получилось. Ладно, будем искать другого оленя. Во! Смотри, какой красавчик стоит. Надо его сфоткать. Ух ты, да их там целых два! Надо, чтобы у нас не запалили. Это горный олень. И мы сейчас сделаем следующим образом все. И я попытаюсь спуститься на них сверху. Надеюсь, что это получится. Так, 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 так. Используй викирию. Есть! Оседлал оленя. Спокойно, спокойненько. Спокойненько, спокойненько. Тихо, тихо, тихо. Черт! Не получилось! Слишком резвые они. Для того, чтобы оседлать мощного какого-нибудь коня или оленя, или того призрачного существа, которого мы видели с тобой на горе, который светился, нужно очень огромное количество выносливости. Ну, как ты видишь, у меня выносливости не ахти. Будем над этим работать. Сейчас же займемся с тобой воспоминаниями. Продолжаем поиски. Ищем теперь мы с тобой вот это место. Я предполагаю, что это где-то на другой стороне замка. Поэтому нам нужно куда-то сюда. Итак, вот мы на другой стороне замка. Я даже отсюда прям вижу вон то дерево. Кажется, это оно. Нам нужно туда. Полетели. Мы почти подобрались к дереву, но тут нас ожидает огромная стая летучих мышей. Надо бы их распугать. Так, давайте мышки. Ну, подойдете ко мне? Нет, поближе? Ладно, пить с ними. Молнии, шибану. Все, засали, да? Вот так вот вам. Летите от меня подальше. Все, мы на месте. Вот он это дерево. Вон он, замок. Осталось только найти, воспоминания... О, засветило. Забегаем. Погодка, конечно, вообще не в тему. Дождь идет, ночь. И этот, и вон тот еще. Хайрульскими цветами не только любуются. Из них делают фрастки, отвары готовят. А вот это принцесса тишины. Очень редкий вид на грани исчезновения. Ее все пытаются разводить в искусственных условиях. Но такая опека ей вредит, сразу начинает чахнуть. Это принцесса. Может, она обречена стать последней? Может... Ой, посмотри, что я нашла. Эта лягушка – настоящий деликатес. Ее мясо даже для зелья годится. А еще говорят, что оно улучшает человеческие способности. Я как раз сейчас проверяю эту гипотезу. В замке есть добровольцы, но их мало. Линк, ты такой сильный. Ты просто обязан. Обязан поучаствовать в этом важном эксперименте. Ешь! Ешь ее! Да, Линк, такое воспоминание сложно забыть, не знаю. Как это оно у тебя затерялось с головушки? Лягух-то схавать. Правда, я не знаю, схавал в итоге он ее или нет. Че-то я заболтался. Следующее воспоминание у нас – вот это. Где-то я этот мост уже видел. Ну вот, вроде бы я бегу по этому мосту. Осталось только найти вот это место. Где может быть дерево? Нет, я ошибся. Мост вроде бы не тот. Да, это совершенно разные мосты. Черт, зря сюда перся. Но зато я увидел огромную арену. Арена, окутанная силами Ганнона. Вон там, видишь, слизь Ганнона. И очень много черепков. Ну, по крайней мере, грязь, похожая на черепки. Продолжаем поиски мостов. Смотрю абсолютно все. Мне кажется, что вот этот вот мост может быть нашим. Так что телепортируемся туда. Еще один мост. Но я сразу же вижу, что это не наш пациент. Слишком маленький. И нету арок. Знаешь что? Хоть мост это не тот, но зато я нашел вон те горы. Вот эти вот горы. По-моему, это они были на нашем фото. Ну-ка, смотри. Они же? Вроде они. А еще здесь неподалеку, в речке, плавает сундук. Надо бы его достать. Опа. Фиолетовая рупия номиналом 50 рупий. А вон там загадка короков. Надо вон туда слетать. А вон там... Да блин, сколько всего вон там-то? Башня, которую нужно открыть. Прилетели. Теперь давай грамотно выставим камни. Готово. Семки гони. Кстати, я, кажется, ошибся. Мост-то вот он. Прикинь. Ох ты, здорово. Вот он, мост-то. А я вон те горы тебе показывал. Оказывается, горы вот эти нужны были. Капец. Пошел я, значит, за вышкой, чтобы открыть ее, и наткнулся на тот мост, который нам нужен был. А вот оно и дерево, кстати. Вот это удача. Вот оно, дерево со статуями. И вот те воспоминания. Все льет и льет, как из ведра. Ты пошел по стопам отца. Все время занимаешься, совсем не жалеешь себя. Решил стать рыцарем во что бы то ни стало, и добился своего, сокрушитель зла выбрал тебя. Ну что тут скажешь, ты молодец. Но если... Если бы... Однажды ты понял, что тебе не дано владеть ничем. А все вокруг твердили бы про предназначение, про твой долг, что ты обязан стать рыцарем просто потому, что твой отец тоже им был. Вот если бы все так говорили... Ты все равно стал бы рыцарем. Ой, да капец, Нюни распустил. Конечно, он бы стал рыцарем. Он бы всю душу и все силы вложил бы в то, чтобы стать рыцарем и защищать тебя. Так, давай подойдем теперь к этим статуям. А, с ними взаимодействовать нельзя. Понятно. Они здесь для красоты. Хотя, смотри-ка, здесь корок спрятался. Следующее воспоминание смотрим. Где оно может быть? Где такое место? Похоже, что это замок. Почти подобрались к башне. Осталось еще немного. Конечно же, конечно, башню охраняет. И пробраться в нее будет сложновато. Ты видел? Куда? А, вот он еще. Я же думал, куда это-то исчез, а? Вот и меч по числам. Ну вот. Зато Завра ранка отжали. Ой, сколько их много-то. Там еще и дракон летает. Вон, хвост его видишь. Так, ребята, мне с вами вот общий... А, вот проходик есть. Можно срезать. Я уже думал, сейчас придется всех раскидывать. Сундучок. Замечательно. Вот это подгончик. Десять стрел. Зашибись. У меня как раз со стрелами беда была. Обычных стрел, прикинь, нет. Кстати, и бомбардировочных тоже стрел нет. Озерная башня. Все, мы на месте. Еще пол-хайрула открыли. Изучая карту, нашел вот такое вот интересное местечко. Думаю, что стоит туда заглянуть. Ну, вот и прибыли к месту назначения. Что это? Блин, но это не то воспоминание. Санидийский парк. Это другое немного воспоминание. Ну ладно, раз уж мы тут, давай вспоминать. Ни одна лошадь, даже очень строптивая, не устоит перед вниманием и лаской. И я со своей именно так и подружилась. Все благодаря твоему совету, Линк. Сначала мне казалось, что королевская сбруя ей совершенно не идет. Но прошло время. И ты знаешь, мне даже стало нравиться. Научиться чувствовать друг друга. Это же самое главное. Видишь, вон там вдалеке, гора Ланейру. Ее так назвали в честь богини мудрости Нейру. На гору ступит. Не юный глупец, а тот, кто достиг. Семнадцати лет. Так гласит местная легенда. Ни источник силы, ни источник храбрости не помогли мне обрести священную силу. Источник мудрости на священной горе – это моя надежда. Последняя. Вряд ли он мне поможет. Но если есть хоть какой-то, пускай маленький шанс. Надо попытаться. Завтра мне исполнится семнадцать лет. И завтра я взойду на эту гору. Но, как мы помним из первых воспоминаний, которые были в самом начале прохождения, Зельда туда поднялась и в итоге ничего не обрела. Короче, я запарился искать это место. Единственное мое предположение, где это может быть, это непосредственно в самом замке. То есть, это получается, что воспоминания где-то здесь. Как раз там, где находится Ганнон. И мне как-то туда, ну, очень прям не хочется лезть. Но что поделать? Придется рискнуть. Ну вот, мы неподалеку от замка Ганнона. Здесь чертовски опасно. Во-первых, здесь очень много летает дронов. А во-вторых, здесь очень много стражников Ганнона. Вот таких вот паучар. Вон они бродят. Но у нас есть меч. И, в принципе, нам не должно достать никакой сложности туда пробраться. Но есть другая проблема. Сможем ли мы преодолеть... Опс, нас запалили. Нас запалили. Спрячемся пока. Сможем ли мы преодолеть вот этот барьер Ганнона просто так? Так, изучив карту, я понял, что примерно воспоминание должно быть где-то... Где-то вот здесь. Вроде это то место. Нужно передвигаться непосредственно по этой стороне. Так близко к замку Ганнона я еще не был. Вон дрончики летают. Надеюсь, они нас не спалят. А еще мне любопытны вот эти камни. Я так полагаю, что эти камни питают самого Ганнона из недр земли. Вон смотри, смотри, что я там нашел. Там есть вагонетка. Можно на вагонетке пробраться внутрь. О-хо-хо! А тут, кажется, сундук. Сейчас мы его заперем. Такие сундуки мощные тут. Надеюсь, там что-нибудь ценное. Ледяная стрела пригодится. Это очень ценно. Так, пока дрончики все отлетели. Гривали нам поможет добраться туда, когда нам нужно. А вот и карта замка. Смотри. Замок, конечно, очень огромный. Прибыли. Замок Хайру. Замок Хайру. Рановато показали, опередили немножко события. Мы всего лишь за воспоминанием заскочили. Мы не будем сейчас драться. Хотя, если честно, руки очень чешутся. Так. Что у нас тут? Сундучок. Сто рупий. В замке сто рупий. Ну как-то продешевили, продешевили. Нам нужно подняться теперь наверх. По этой горе. Жалко, силы ревали у нас закончились. Так, мы здесь. В принципе, не сложно было сюда пробраться. Не сложно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Там... Ого, турели у них есть. Обалдеть. Обалдеть. Так, значит, стазис и щит. Мне нужен щит. Вот этот щит. Я думаю, что мы управляемся. Пока нас не палят, быстренько передвигаемся сюда. Главное не стоять на месте. За дерево. За дерево. Фух, отдышимся. Хорошо. Бежим. Так, так, так. Мы почти-почти близко. К нашему воспоминанию. Кстати, похоже, что вот эта башня даже может хранить воспоминания. Давай, которую мы сейчас попробуем жахнуть. Бахнуть, жахнуть. Она сейчас, походу, офигеет. Стазис у меня, если что, наготове. Здорово. Как твои дела? Использую вихрь ревали. О, заваран почти сломан. Где мой высший меч? Вот он, красавчик. Нельзя в меня стрелять. Ты что? Да, турелька, конечно, мощная. 1500 хп. Щит, 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 щит. О, как я отбил его луч. В него же прилетело. Кошерно. А я его тут калашмарил этим мечом. Просто щит поставил и все. Джедайские приемы никогда не подводили. Так, где же воспоминания? Воспоминания мои. Куда же тебя спрятали-то? Я нашел, нашел это воспоминание. Смотрим. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают 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 Ну вот, мне кажется, это воспоминание... О-о-о-о, тут меня ждали... Как падаю-то я далеко. Короче, пока я еле нашел это воспоминание, мне пришлось через столько пройти, столько натерпеться. Короче, когда я подошел к воспоминанию, в меня целилось сразу две пушки, и я только начал вспоминать, и весь мир остановился. Короче, весь мир ждал, пока я вспоминал. И вот этот прикол был. Все, теперь я отсюда сваливаю. Но еще мне показалось, что... Это воспоминание, несмотря на то, что оно не последнее, оно должно было быть последним, когда уже мы пробирались в замок с Ганноном. Ну, что поделать. Я хотел найти это воспоминание, я его нашел. Осталось еще два. Еще одно воспоминание находится неподалеку от вулкана. Я его сразу же нашел, потому что ранее я уже это местечко находил, когда бродил здесь. И решил оставить его вот на сегодняшний день. Спрятано оно вот в таком вот небольшом, если так можно сказать, овраге. О, дождь пошел. Час от часу не легче. И вот сюда нам нужно падать. Вон там вот, где светится статуя. Именно сюда нам и нужно. Источник силы. Здравствуйте. Можно я помолюсь? Добро пожаловать на источник. Опусти чешуйку Динраля в источник силы. Я, богиня Хайлия, поведу тебя. А у меня нет чешуйки. Можно я просто воспоминания вспомню? Прошу, помоги обрести священную силу, чтобы заточить ужасного Ганнона. Она внутри меня, и молитвы должны пробудить ее. Так меня с детства учили. Что не так? Мама говорила мне, что чувствует в себе силу, а бабушка слышала духов из другого мира. А вот я и не слышу, и не чувствую. Отец постоянно ругает меня. Говорит, что я зря трачу время и должна заниматься делом. Я же с самого раннего детства молюсь. Обошла все древние святыни. Но так и не смогла обрести священную силу. Скажи мне, что со мной? Что со мной не так? Да, тяжело Зильде пришлось. Ну вот и пришло время узрить последнее воспоминание Линка. Последнее воспоминание пришлось поискать еще дольше, чем замок, потому что оно находится в лесу. И в конечном итоге я его все-таки нашел. Вот оно где. Посреди небольшой тропинки. Почему? Как это произошло? Чудища, стражи, они все теперь против нас. Неужели это Ганнон все-таки завладел им? Ревали, Дарук, Мифа, Урбоза, все они внутри чудищ. И все из-за меня. Я так и не сумела обрести силу. А чудище, наша надежда теперь в руках Ганнона. все, все, что я делала, все пропало. И ничего уже не вернуть. Я всех подвела, всех, понимаешь? Мой народ, мои друзья, любимый отец погибли из-за меня. Погибли из-за меня. Погибли из-за меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова